Беседа двенадцатая, Деяние 4, 36-37. Так Осия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит сын утешения, Левит, родом Кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Страница 116. Теперь писатель намеревается повествовать об Анании с Акфирой, и желая показать, что этот человек совершил тягчайший грех, наперед упоминает о том, который поступил как должно. И когда столь многие поступали, так же, когда была такая благодать, такие знамения, он Анания при всем этом не исправился. Но, будучи однажды ослеплен, любостяжанием навлек погибель на свою голову, имея землю, так сказал писатель, выражая, что больше ничего у него и не было. Продав, принес цену ее, положил пред ногами апостолов. Некоторый же муж именем Анания с женою своею с Акфирою, продав имение, утаил из цены, сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Глава пятая, стих первый, второй. Важно то, что грех совершен по согласию, и никто другой не знал о случившемся. Откуда пришло на мысль этому несчастному и жалкому сделать это? Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Стих третий. Смотри, теперь совершилось великое знамение, и притом гораздо больше этого прежнего. Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твое? Ты солгал не человеком, а Богу. Их четвертый. То есть, разве была какая-либо необходимость и принуждение? Разве мы привлекаем вас невольно? Для чего ты положил это в сердце твое? Ты солгал не человеком, а Богу. Услышав эти слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех слышавших это. И вставший юноши приготовил это. Готовили его к погребению и, вынесши, похоронили. Часа через три после этого пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее, скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала, да, за столько. Он хотел спасти ее, так как муж был виновником греха, и потому, может быть, дает ей время к оправданию и возможность к покаянию. Поэтому и говорит, скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала, да, за столько. Но Петр сказал ей, что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и спустила Дух. И юноши, вошедши, нашли ее мертвою, и вынесши, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех, слышавших это. Стихи 9.11. После этого страшного чуда апостолы совершали много знамений. А что именно? Послушай. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Стихи 12.13. Справедливо. Ведь Петр уже внушал страх, наказывая и обличая сокровенные в мыслях. К нему больше и прилеплялись, как по причине чуда, так и по причине первой, второй и третьей проповеди. Потому что он совершил и первое чудо, и второе, и настоящее, которое мне кажется не просто одним только, но сугубым. Первое, то, что он изобличил сокровенное в мыслях, а второе, то, что по велениям лишил жизни. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы, хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. При Христе этого не происходило. Откуда и можно видеть, что теперь на деле исполнилось сказанное им, что же именно верующий в меня, дела, которые я творю, и он сотворит, и больше их сотворит. Иоанна, 14 глава, 12 стих. «Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все». И 16. «Заметь, прошу, как вся жизнь их слагается из противоположностей, как прежде была скорбь по причине вознесения Христа, потом радость по причине сошествия Духа, опять скорбь от поносивших, потом радость от вечных, верных и от чуда, снова скорбь, когда задержали их, потом радость после оправдания, и здесь опять и радость, и скорбь, радость, потому что прославились и от Бога получили откровение, скорбь, потому что лишили жизни своих, снова радость от того, что сделали известными, и слово «скорбь» из-за первосвященника. И это везде можно замечать, подобно тому, как можно видеть это и на древних святых мужах. Но обратимся к вышесказанному. Продавали, говорится, и приносили цены, полагая у ног апостолов. Смотри, возлюбленный, как они не апостолам поручали продавать, а сами продавали, и цену им отдавали. Но не так она нея. Он удержит у себя нечто от цены проданного поля, потому и наказывается, как сделавший нехорошо и облеченный в похищении своего. Это замечание касается и нынешних священников, и даже весьма сильно. А так как и жена его соглашалась на его поступок, то апостол подвергает суду и ее. 118. Но может быть скажет кто-нибудь, что он поступил с нею слишком жестоко? Что говоришь ты? Какая жестокость, скажи мне? Если не кто, собиравший дрова в субботу, был побит камнями, числа 15, 32, 36, то тем более святотатец? Ведь эти деньги были уже священные. И подлинно, кто решился продать свое и отдать, а потом удержал у себя тот святотатец? Если же взявший из своего святотатец, то гораздо более взявший из чужого. Поэтому не подумайте, что если теперь не бывает этого, если наказание не следует тот час, то будто и остается без наказания. Видишь ли, как он обвиняется в том, что сделал свои деньги священными, потом взял их? Разве не мог ты, говорит, продав, пользоваться ими, как своими? Разве кто препятствовал тебе? Почему берешь их после того, как обещал отдать? Вот как с самого начала дьявол действовал среди стой великих знамений и чудес, или лучше, как тот, Анания, был ослеплен им. Подобно нечто случалось и в Ветхом Завете, когда сын Хармии уличен был в том, что похитил посвященное Богу. Ты, однако, знаешь, каким наказанием окончилось и тогда это дело. Иисус Навина, 7, 1, 26. Так, возлюбленный, святотатство очень тяжко и исполнено великого неразумия. Мы, говорит, не принуждали тебя ни продавать, ни отдавать деньги после продажи. Ты решился на это по собственной воле. Для чего же ты украл из священных денег? Зачем ты допустил сатане вложить в сердце свое? А если сатана сделал это, то почему осуждается он? Он виновен в том, что воспринял действия сатаны и исполнил. Но следовало, скажут, исправить его. Нет, он не исправился бы, потому что кто видел такие чудеса и не получил от них пользы, тот тем более не получил бы пользы от чего-нибудь другого. Итак, нельзя было оставить это дело без внимания, но надлежало отсечь виновного, как гнилой член, чтобы не заразилось все тело. Теперь и он получил пользу, как не преуспевающий более во зле, и прочие сделались более ревностными, а тогда случилось бы напротив. Поэтому апостол сначала обличает и показывает, что это дело не укрылось от него, а потом и осуждает. Для чего, говорит, ты сделал это? Ты хотел удержать у себя? Надо было удержать сначала и не давать обещания. А теперь, взяв после посвящения Богу, ты сделал тяжкое святотатство. Кто берет принадлежащее другим, тот берет, может быть, из желания чужого. Но тебе можно было удержать свое. Для чего же ты сделал их священными и потом взял? Ты сделал это по великому неразумию. Это непростительно и неизвинительно. Пусть же никто не соблазняется, если и теперь есть некоторые святотатцы. Если они были тогда, то тем более теперь, когда так много зол. Но обличим их пред всеми, чтобы и прочие страх имели. Иуда был святотатец, но это не соблазнило учеников. Видишь ли, сколько зол производит страх к деньгам? И был, говорит, страх великий на всех слышащих это. Тот был наказан, и другие получили пользу. И так не без цели это устрояется. Прежде хотя бывали другие чудеса, однако же не было такого страха. Так истинно изречение. Знаем, есть Господь суды творящий. Солом 9.17. Так было и при Кивоте. Оза был наказан, и других объял страх. Но там устрашенный царь отрынул Кивот, а здесь они делаются более внимательными. Видишь, Петр не призывал ее, но ждал, пока она сама придет. И, спротив, никто не осмелился рассказать о случившемся. Это страх пред учителем. Это почтение и послушание учеников. Спустя три часа. И жена не узнала. И никто из присутствующих не сказал об этом, хотя довольно было времени для того, чтобы разнеслась весть о том. Но они были в страхе. Об этом и писатель с изумлением говорит, что не ведали происходящего. Отсюда уже можно было уразуметь, что он знал сокровенное. Почему он не спросив никого, спрашивает вас? Не потому ли, конечно, что он знал? Но крайнее ослепление не позволило ей избавиться от осуждения. И она отвечала с великою дерзостью, думая, что говорит простым человеком. «Важно то, что они впали в грех по одному умыслу или как бы по некоторому соглашению. Что это согласились вы между собою, — говорит, — искусить Духа Святого. Вот входят погребавшие мужа и тебя вынесут». Прежде внушает, что она согрешила, а потом показывает, что она справедливо подвернется одинаковой участи с мужем, так как и она согрешила в том же. И как скажет Павла к ногам его, — это потому, что она стояла близко. Таким образом, сами они навлекли на себя наказание. Кто же не ужаснулся бы? Кто не убоялся бы апостола? Кто не удивился бы? И, говорит, все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Отсюда видно, что они пребывали не в доме, а в храме. Так что они уже не остерегались прикасаться к нечистым, но просто прикасались к тёртвым. И смотри, как к своим они были строги, а в отношении к чужим не употребляли этой власти. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Так что выносили больных на улицы и полагали в постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Тихи 14.15. Велика вера приходивших, даже больше, чем при Христе. Отчего же это произошло? От того, что Христос предвозвестил, сказал, верующие в Меня дела, которые Я творю, и Он сотворит. И больше сих сотворит. Иоанна 14.12. Они оставались там и не обходили городов и сёл, а между тем все приносили к ним больных своих на постелях и одрах, и всюду они являли чудеса. На уверовавших, на исцелённых, на наказанном дерзновении пред всеми иудеями, самой добродетели, серьёзно уверовавших, всё это происходило не от знамений только одних. Хотя они по смирению приписывают всё не себе, говоря, что они делают это именем Христовым, но и жизнь, и добродетель их производили это. И смотри, писатель не говорит здесь о числе уверовавших, предоставляя судить о нём самому слушателю. Так верующие возросли до бесчисленного множества, тем вместе и воскресенье Христово возвещалось более. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Тринадцатый. Говорит это, выражая, что они уже не были презираемы, как прежде, и что в короткое время и в одно мгновение совершено столь многое рыбарём и простым человеком. Итак, земля была уже небом по их жизни, по дерзновению, по чудесам и по всему. И они, как ангелы, были предметом удивления, потому что нисколько не взирали ни на насмешки, ни на угрозы, ни на опасности. И не поэтому только, но и потому, что, как весьма человеколюбивые и попечительные, они помогали одним деньгами, а другим врачеванием тел. Зачем ты позволил внушить сатане? Пётр как бы оправдывает себя, приступая к наказанию его, но вместе вразумляет и прочих. Так как случившееся могло показаться весьма тяжким, то он производит страшный суд и над ним, и над его женою. И если бы он не подверг их обоих непростительно согрешивших такому суду, то какое отсюда не произошло бы пренебрежение к телам Божьим? А что именно потому он так сделал, видно из того, что он не тотчас приступил к наказанию, а наперёд обнаружил их грех. Потому-то никто не плакал, никто не рыдал, но все боялись. И неудивительно, что когда вера их распространялась, то и знамений было больше, и великий страх был между своими, потому что не столько беспокоит нас постороннее, сколько своё. Так если и мы будем соединены друг с другом, то никто не станет восставать против нас, а если будем разделяться друг от друга, то наоборот все будут нападать на нас. Оттого и они были смелы, и с дерзновением выходили на торжище посреди врагов и одерживали победу. И исполнялось сказанное, господствуй посреди врагов своих. Солом 109.2. Тем большую силу их доказывало то, что они делали это, будучи задерживаемы и связываемы. Итак, если только солгавшие потерпели такое наказание, то чего не потерпят те, которые нарушают клятвы? Или лучше, если жена, сказавшая только «да» за столько, подверглась такому наказанию и не избежала его, то подумайте, какого наказания достойны вы, клянущиеся и нарушающие клятвы? Благовременно показать теперь и из Ветского Завета тяжесть клятва преступления. Шерп, говорит пророк, летящий в широту десяти локтей. Захария 5.1.2. Выражение «летящий» означает чрезвычайную скорость наказания, следующее за клятвами. А то, что он был десяти локтей в широту и двадцати в длину, означает тяжесть и величину зол. То, что он летел с неба, значит, что определение исходит от вышнего судилища. А то, что он имел вид терпа – неизбежность наказания. Как черт, вонзившись в шею, не прежде может быть извлечен из нее, как вместе с отсекаемой головою. Так и наказание, постигающие клянущихся, бывает страшно и не прежде отступает от них, как окончив свое дело. Если же мы избегаем наказания, употребляя клятвы, то не будем на это полагаться. Это бывает к нашему же нечестью. Что вы думаете? Многие после анании сапфиры дерзали делать то же самое и не подверглись тому же наказанию. Почему, скажете, вы, они не подверглись? Не потому, чтобы это прощено им было, но потому, что они соблюдаются для большего наказания. 122. И так много согрешающие должны больше бояться и страшиться, когда они не наказываются, нежели когда наказываются, потому что наказание их увеличивается без наказанности и долготерпения Божия. Поэтому будем смотреть не на то, что мы не наказываемся, но на то, не согрешили ли мы. Если же грешим и не наказываемся, то нам следует трепетать еще более. Скажи мне, если бы ты имел какого-либо раба и только угрожал бы ему, а не бил его, то когда он больше боялся бы, когда убегал бы, когда решился бы на бегство, не тогда ли, когда бы ты только угрожал? Потому-то и мы внушаем не угрожать постоянно друг другу, чтобы страхом не смутить слишком душу, чтобы этим не мучить ее больше, чем ранами. В одном случае наказание бывает временное, а в другом – постоянное. Поэтому, если никто не страдает теперь от этого серпа, не смотри на то, но подумай, делаются ли такие дела? Многое теперь делается такое, что было во времена потопа, но потопа нет, потому что предстоит гиенна и мучение. Многие грешат, подобно садамлянам, но огненный дождь не сходит на них, потому что уготована река огненная. Многие дерзнули сделать то же, что фараон, но не подверглись одинаковому с ним наказанию в непотопленном чермном море, потому что их ожидает море бездны, где наказание не будет сопровождаться бесчувствием и не окончится смертью, но где они будут мучиться более и более, подвергаясь наказанию, сжению и удушению. Многие дерзнули грешить, подобно израильтянам, но змеи не угрызали их, потому что их ожидает червь нескончаемый. Многие дерзнули делать то же, что гиезий, слуга Елисея, но не были поражены проказою, потому что вместо проказы им предстоит быть рассеченными пополам и подвергнутся одной участи лицемерами. Матфея 24, 51. Многие кляли и нарушали клятвы, но если они и избежали наказания, не будем полагаться на это, потому что их ожидает скрежет зубов. Да и здесь, может быть, они испытают и не избегнут наказания, если не тот час, то при других грехах, так что наказание будет более тяжким. И мы ведь часто по поводу малых проступков воздаем вполне и за великие. Итак, когда заметишь, что с тобой случилось что-нибудь, вспомни этот грех твой. Так именно было с сыновьями Иакова. Помните братьев Иосифа? Они продали брата, покушались лишить его жизни, или лучше сказать, уже и лишили, сколько это от них зависело, обманули и опечалили старца и ничего не потерпели. Но спустя много лет они подверглись крайней опасности и вспомнили об этом грехе. А что сказано, не выдумка, послушай, что сами они говорят. Видимо, мы несем ответственность за грехи против брата. Бытие 42.21 Так точно и ты, когда случится что-нибудь, скажи, да, мы во грехе, потому что не послушали Христа, потому что клялись, частые клятвы и клятва преступления пали на мою голову. Таким образом исповедуйся, потому что и они исповедались и спаслись. Что из того, если не тот час постигает наказание? Ведь Иохав за Навуфея также не тот час по преступлению потерпел то, что после испытал. Для чего же это бывает? Бог дает тебе время, чтобы ты омылся, а когда ты медлишь, он посылает, наконец, наказание. Видели вы, что потерпели солгавшие? Отсюда поймите, чему подвергнутся и нарушающие клятвы. Поймите и перестаньте. Кто клянется, тот не может не нарушать клятвы волею или неволею, а кто нарушает клятвы, тот не может спастись. Однократное нарушение клятвы может сделать все и навлечь на нас все целое наказание. Поэтому умоляю вас, будьте внимательны к самим себе, чтобы избегну наказание здесь удостоиться милости от Бога по благодати и щедротам Единородного Сына Его, которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь ныне и пресно и вовеки веков. Аминь.